Об исполнении программы капитального ремонта домов в Сергиевом Посаде говорили на заседании Депутатской комиссии по вопросам городского хозяйства. Начиная с 2017 года, в поселении Сергиев Посад полностью отремонтировали 7 многоквартирных домов. 23 дома находятся в работе. Заказчиком выступает фонд капитального ремонта Московской области. Работы выполняет подрядная организация «Галерея». Если у вас в Галерея, по программе 17-го года должна была сделать 30 домов. 23 еще не доделывала. И при этом на 18-й год она опять выходит на торги и выиграет 2 суммы. Вопрос такой, почему данная организация, если не выполнение в работе, была внесена в черный список организаций? Во-первых, организатором торгов являлась не администрация Сергиев Посадского муниципального района, не администрация города, а в том капитального ремонта. Относительно сроков могу сказать, что в 17-м году был отторгован годичный контракт. То есть он еще не кончился. В него вошли все работы, которые были в краткосрочном плане 17-го года. Но срок проведения работы был поставлен не 17-й год, а 18-й. На заседание депутатской комиссии пригласили представителей управляющих компаний, районной администрации и жителей Сергиева Посада. Ирина Сергеевна Глушина живет в микрорайоне «Звездочка». Два года назад в доме номер 4 по улице Октябрьской сделали капитальный ремонт. Но после ухода строителей стала протекать крыша. Я вынуждена была обратиться в суд. На сегодняшний день я этот суд выиграла. Мы выставили суммы по ущербу. Работы конкретно на Октябрьской 4, судя по всему, проводились в начальном периоде, когда как раз наибольшее количество замечаний по качеству проведенных работ. По этому поводу житель идет правильной дорогой, то есть взыскивает с того, кто виноват. Взыскивает с фонда капитального ремонта. Взыскивает, насколько я понимаю, в полном объеме. В 2018 году в Сергеевом Посаде в план капитального ремонта вошли 52 многоквартирных дома. Вне плана будут произведены ремонты работ по Берунский дом 20, где произошел пожар. И в доме, расположенном в поселке Башенка, в котором произошел хлопок газа. И принят в январе месяце правительству Московской области специальный порядок принятия решения по работам, по выделению, точнее, денег на проведение работ в подобных случаях. Следующее заседание депутатской комиссии по вопросам городского хозяйства запланировано на 3 апреля. В ближайший вторник депутаты рассмотрят списки многоквартирных домов, которые вошли в план капитального ремонта 2018 года и выстроят систему контроля. Алина Иноземцева, Кирилл Емельянов. Программа «События». Алина Иноземцева, Кирилл Емельянов.